Доклад мой сегодняшний посвящен использованию графа связи типов событий для корреляции данных в CM-системах. Собственно, зачем нам нужна корреляция? Она есть практически везде в существующих системах. Она нужна для того, чтобы объединять какие-то события, которые в системе происходят, обнаруживать на основе обычных событий вредоносную атакующую аномальную активность. Пакеты приходят на разные порты, соответственно, у нас там сканирование. Определение источника и цели атаки, обнужение многошаговых атак. То есть получение информации, связывание отдельных событий в какую-то единую картину, которая нам описывает действия нарушителя или то, что у нас происходит в системе. Таким образом, в процесс корреляции у нас какие-то низкоуровневые события, логи, сведения о трафике и так далее, объединяет высоковровневые события, определяет взаимосвязи, попытку определить важность событий, которые происходят. То есть, опять же, пакеты, которые приходят на разные порты, являющиеся частью сканирования, для безопасности более важны и, соответственно, позволяют обнаружить инциденты безопасности. Собственно, что является входными данными? Мы разделили на две основные группы. Это условно-статичные и динамические объекты. И также то, что относится к самой системе, и то, что внешняя информация. Внешне – это различные базы данных. База данных эксплойтов, вирусных сигнатур, программно-аппаратное обеспечение. Тут, соответственно, база НВД, ЦПЕ, эмитровские базы, встает полный рост. Они могут использоваться для построения конфигурации системы, по которой мы будем выявлять уязвимости. Вот о чем был предыдущий доклад. Далее информация о самой системе. Это конфигурация сети, связи, приложения, зависимости сервисов. То, например, как ущерб у нас будет распространяться по компьютерной сети, скажем, если у нас поврежден сервер, база данных – это плохо для сервера, но это плохо еще для всей остальной системы, потому что там вся система может накрыться. То есть, соответственно, зависимость сервиса приведут к нарушению работы практически всей системы. Это, соответственно, текущие данные по системе. Это трафик, сведения о поведении, логи операционной системы и так далее. Все это вместе переходит в отдельные системы, то есть антивирусные, всякие мышцевые экраны, системы нарушения и так далее. И потом CM-система пытается все это объединить и построить какую-то общую картину на основе каких-то аспектов, соответственно, касающихся трафика, системы и так далее. Ну и на основе этого у нас получаются как раз инциденты. Существуют разные подходы к корреляции. Есть то, что в основном в существующих системах используются сигнатурные до сих пор, потому что они наиболее надежные. То есть намного проще написать правило, что если у вас больше 10 пакетов приходят на разные порты, то это сканирование, чем какая-то аномальная активность, которая непонятно почему. Может быть там администратор сел, что-то делает, может быть, какой-то там, не знаю, клиент торрент установили, вот он начал там какие-то разные IP-адреса дергать, вот образуется аномалия, атака, это не атака, ну, соответственно, намного сложнее. Поэтому в существующей системе в основном все-таки сигнатуры используются. Соответственно, существуют правила ориентированные, шаблонно ориентированные, граф ориентированный и так далее. Достаточно много и много реализованных. И сигнатурные – это всякие обучающие на основе методов искусственного интеллекта, байсовские, нейронные сети, иммунные сети, статистические, на основе прецедентов и так далее. Собственно, основная проблема корреляции – это то, что у нас данные достаточно разнородные. То есть нам надо объединять, ну, хорошо, когда у нас касается только кибернетических, например, событий, таких как пакеты, соединения, сессии и так далее. Но в существующих системах приходится совмещать события, не знаю, человек вошел в здание, какой-то маршрутизатор зафиксировал аномальный трафик, и вот это надо как-то вместе объединить и выяснить, что там уборщица, которая зашла в кабинет директора, как-то незаметно аутентифицировалась на компьютере, и поэтому оттуда пошел непонятный трафик, она начала сливать информацию. То есть, ну, образно говоря, абсолютно разнотипные события, которые, соответственно, надо пытаться объединять вместе. Количество источников информации и объем этой информации растет неимоверными темпами. Это уже всякие технологии больших данных и так далее превращаются. Процесс корреляции хорошо, когда можно его пытаться автоматизировать, но, опять же, существующих систем очень часто это системы под ключ, это под конкретную компанию, конкретно настраивается, а когда ручная и компания большая, а источников много, правил много, это очень тяжелая задача. Сием-системы сейчас… ну, Сием-это класс. Понятно, что Сием и подобные системы, они сейчас начинают, они делятся почти везде, количество растет. Ну, и, соответственно, там все знают о таргетированных атаках, сложность растет, все сложнее обнаруживать. Поэтому, собственно, задача, которая ставилась в настоящем исследовании, это попытаться сделать метод корреляции, который будет все-таки пытаться автоматизированно подстраиваться и корректировать свой процесс для разных систем. То есть помочь… Идея в том, чтобы помочь оператору систем, которая настраивает, как-то улучшить, убыстрить этот процесс, во-первых. А во-вторых, опять же, то есть во множестве систем мы собираем конкретно, скажем, логи. События такого типа, такого типа, такого, такого типа. На самом деле логи той же операционной системы содержат намного больше типов событий, чем обрабатывают системы. И неплохо бы найти там взаимосвязи и попытаться, чтобы система сама говорила, что, скажем, мы собираем информацию о создании процесса, но на самом деле мы учитываем не только лог, где написано «процесс создан», но и все связанные с ним логи, потому что это позволит, во-первых, для форентики узнавать, что, скажем, если логи почищены, то по зависимым логам мы выясним, что тут что-то не то. Даже если сам лог подозрительно, сам конкретно лог о создании процесса ничего подозрительного не содержит. Но по соседнему уже будет что-то ясно. А во-вторых, в принципе, получать больше информации о происходящих событиях за счет того, что мы подтягиваем все связанные объекты, и там может быть не напрямую нужная информация, какая-то косвенная, но которая тоже теоретически может пригодиться. И, соответственно, конкретно в данной презентации я больше скажу именно про анализ структуры типа событий и связи между ними на примере логов Windows. Да, извините. Соответственно, у нас есть журналы, у нас есть типы событий, и у нас есть свойства этих типов событий, то есть фактически поля, которые заполняются. У нас есть разные типы свойств типов событий. Это идентифицирующие, то есть, например, идентификатор процесса, который был создан. Это принадлежность, то, к чему, в группе анализа процессов принадлежит и так далее. Или там объект принадлежит к операционной, к файловой системе и так далее. Временные, которые, собственно, таймстампы, когда это происходило. Характеризующий результат, то есть, соответственно, событие было успешное, неуспешное, какая-то проблема возникла и так далее. И дополнительно информационные, которые чаще всего задерживают необходимую в том числе декорации информацию. То есть более детальная информация, которую там приходится либо парсить, либо что-то с ней, пытаться автоматически с ней работать. Отношения. Ну, мы выделяем несколько типов отношений. Это равнозначные свойства. Это одинаковое свойство двух различных типов событий, которые идентичны по имени и по типу, по содержимому. То есть те, которые мы автоматически можем подхватывать и говорить, что да, это одно и то же. Например, процесс ID в одном, процесс ID в другом. Ну, в принципе, хранят этот самый процесс ID. Однотипные неравнозначные. Это, скажем, если у нас тип, это процесс ID, но, например, при создании процесса у нас есть new process ID и процесс creator. То есть тот, кто его создал. То есть тип один и тот же, но значения в них как бы характеризуют разные вещи. И разнотипные неравнозначные свойства, эквивалентные по смыслу при разнице между типами. Например, это имя создаваемого процесса и идентификатор. То есть теоретически, если имя более-менее уникально, мы можем уже понимать, что это были, они как бы эквивалентные. Но автоматически это свойство тяжело поймать, что оно одно и то же значит. Примеры. Собственно, например, завершение процесса и вызвана привилегированная служба. Тип 4689 и 4673. И там и там у нас есть информация о процессе, есть процесс ID. И там и там эти значения совпадают. Соответственно, это прямая связь между двумя типами событий, равнозначные совершенно поля. Дальше создание процесса. И вот опять же, тот же создание процесса. Даже в рамках одного мы можем иметь поля с одним типом, но при этом связь косвенная. То есть один процесс создал другой процесс. Да, они связаны, но это не одно и то же. И, например, в создании процесса, то, что я говорил, это идентификатор процесса и имя процесса. Опять же, это косвенная связь. Собственно, мы на основе этих свойств мы построили граф связей в таком виде. Это где-то за два дня логи собраны. Заявлено в этом журнале было 418 типов, реально обнаружилось 80. Ну, не все операции у нас совершались за эти два дня. Это обычная живая работа компьютера. Соответственно, дальше мы проводили уточнение. То есть на основе того, на основе типов связей, что чем больше у нас одинаковых типов связей в двух типах событий, то тем более плотная у них связь, тем они более связаны. Соответственно, получился такой граф. Это удельный, то есть по количеству равнозначных свойств. Дальше, то, чем мы сейчас занимаемся, это исследование еще продолжается, мы вычисляем относительные веса. То есть мы берем какой-то временной промежуток и смотрим, скажем, после появления события 1, за очень маленькое время появилось событие 2. Один раз это, ну, может быть, случайность. Если это регулярно происходит, и они содержат в себе определенные связи по типам событий, соответственно, это значит, что эти события связаны и уже можно их автоматически пытаться дергать информацию, считать их единым событием и дергать информацию из их совокупности. Про репрезентативность. То есть мы собрали статистику появления этих событий по времени. Соответственно, внизу у нас 5-минутные, то есть одна единица на нижней шкале это 5 минут. Соответственно, за 5 минут мы считали количество событий одного типа и делили на общее количество событий. Ну и видно, что разные типы события, например, вот этот и вот этот, они ведут себя абсолютно одинаково. Часть, внимание, тут инверсная зависимость, то есть когда этих становится больше, меньше, этих становится больше. То есть опять же, эта зависимость означает, что эти типы событий, они хранят примерно схожую информацию об одном и том же событии, которое в сети происходит, то есть в реальном событии. И их можно объединять и пытаться использовать как общий источник данных. Соответственно, на основе этого строятся требования входных данных. У нас, соответственно, события не должны содержать равнозначные, ну желательно, чтобы они содержали равнозначные свойства, потому что иначе образуются циклы внутри одного события по полноте. Понятно, что если мы его не собрали, эти данные не появлялись в системе, мы не можем внести их в нашу статистику, не можем определить их взаимосвязь. И, соответственно, наши события все должны иметь какую-то единую временную привязку, чтобы мы могли по ним собирать статистику. Соответственно, как мы их собирали? Мы их собирали из лога Windows, как я уже сказал. Лог Windows выдает их в формате XML, в формате CSV. На самом деле, если посмотреть, там и разница. То есть здесь они сгруппированы по subject, например, информации. Здесь вот эта информация является частью имени поля. То есть группировка другая, приходилось парсить все это практически вручную. То есть, несмотря на то, что это одна операционная система, схожие IP, которые разработали примерно одни и те же разработчики, информация разная. И без какого-то ручного анализа это анализировать не получается. Соответственно, получали с помощью Windows API функции и выделяли вот так вот выделяли, собственно, имена и типы событий. Как я сказал, работа продолжается. Мы сейчас собираем дальше информацию. Следующий шаг у нас это уточнение графа связи на основе временных причинно-следственной связи между событиями. И значение свойств мы планируем расширить список источников, подключить к этому дополнительные логи и схожие системы, скажем, как система обнаживания вторжения или чего-нибудь еще, там, анализа трафика на операционной системе и попытаться построить более большие и более разнотипные связи между, связь между более разнотипными типами событий. На текущий момент мы проанализировали этот тип ОС Windows логи, построили граф связи, построили условия для дальнейших экспериментов. Ну, собственно, наша работа продолжается. Если кого-то заинтересовало, будем рады сотрудничеству. Спасибо. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Вот цель, что вы в конечном итоге хотите видеть, что эта система должна в итоге делать, какие задачи должны решать? Цель, во-первых, расширить исходные данные для корреляции. То есть в итоге нет, в итоге мы хотим построить систему корреляции, которая будет превосходить, надеемся, существующие за счет более большого объема исходных данных и за счет уточненных исходных данных, например, по причинно-средственным связям. То есть не то, что мы вручную пишем правила, которые говорят, что вот если процесс с такой, что мы созданы, это плохо, а то, что даже если логи были изменены, даже если процесс назывался как-то по-другому, то мы цепляем больше информации за счет связанных событий и на основе большего количества информации можем точнее выдать какой-то итоговый результат. Я правильно понимаю, что в итоге должна быть система, которая просто разворачивается и она автоматически должна парсить поступающие события из источников сама и сама эти связи улавливать между событиями? построить полностью автоматическую систему корреляции на текущий момент мне кажется это больше утопия. IBM скиваться, он там что-то делает полностью в автоматическом режиме, но я не очень верю, что у нас получится полностью автоматическую систему сделать. Автоматизированную да, снизить количество работы оператора, который ее настраивает, да, получить больше информации, чем получали раньше, да, полностью автоматическую, ускорение. Ну то есть система разворачивается, что-то какую-то работу выполняет сама, потом она допиливается и уже потом работает, да? Да, да. Ага. Еще вопрос такой по существу, я вот не совсем понял, каким образом устанавливаются связи между, ну вот выявили несколько типов связей, да, и каким образом они автоматически устанавливаются? Ну, во-первых, мы первое приближение делаем по типам полей, то есть если поля примерно одни и те же, скажем, если у нас есть ссылка на процесс, значит это событие как-то характеризует этот процесс, то есть был ли процесс его инициатором, или наоборот кто-то создал процесс и об этом записалось, это первое приближение, которое очень грубое. Второе это причинно-следственные связи, то есть скажем, если они у нас примерно подряд появляются разные события разных типов и содержат одни и те же ссылки на одни и те же объекты по свойствам принадлежности, например, значит они характеризуют примерно одно и то же событие, особенно если подтверждена статистика за какой-то долгий период времени. Для операционной системы долгий период это не серый большой для человека, это не годы. Ну, получается по типам событий и по временной какой-то корреляции, да? Да. Ага, хорошо. А еще момент, вот по типам событий, это имеется в виду именно тип данных или характеристика этих данных, то есть вы говорите вот процесс ID, тут имеется в виду, что эти данные, уже известно, что это процесс ID, а не просто какое-то число, интеджер. Система сделает попытку это объединить, предложит эти, этот вариант оператору, опять же, проведя эксперименты на, не знаю, на одной-двух операционных системах, мы выявим эти взаимосвязи и дальше уже, ну, примерно эти взаимосвязи будут повторяться на всех. То есть это некое уточнение на этапе разработки, которое дальше уже будет работать в более автоматизированном режиме, скажем так. Хорошо, спасибо. Привет, скажи, пожалуйста, почему в качестве матапарата была выбрана именно теория графов? Сравнивалась ли с чем-то другим? Что она дает? Пару слов буквально. Спасибо. Конкретно на этой презентации, когда ты здесь, теория графов была выбрана, потому что, ну, я ее предпочитаю, она более графически выгодно смотрится, но мы смотрели еще ранговую корреляцию, потому что она как раз позволяет, скажем, по времени появления, взаимосвязь, скажем, более близкие, более дальние и так далее. То есть рассматривались другие методы, но именно просто на презентации более красиво выклютят графы, поэтому именно здесь это дань визуализации, скорее. Спасибо большое. Спасибо.